Здравствуйте! Наша больница Университета Вон Гуан заботится о Вас и о Вашем здоровье. Чтобы помогать пациентам адаптироваться в больнице и сделать прививание в больнице удобнее, мы создали данный видеоролик. Обратите внимание, пожалуйста, и надеюсь этот видеоролик был полезным. При госпитализации при себе необходимо иметь стакан, бутылку, тапочки, средства гигиены, туалетная бумага, лишние вещи и другие. И постельное белье предоставляется только пациенту. Режим питания таков. Завтра с 7 до 7.30 утра. Обед с 12 до 12.30 часов дня. Ужин с 17.30 до 18.30 вечера. После еды. Верните подносы в тележку или в пищеблок. Не приносите в больницу еду, которая может вызывать пищевое отравление. Во время обхода врачом пациенты должны присутствовать в палате. Время обхода врачом будни с 7 до 10 часов утра с 17 до 19 часов. Если у вас есть вопросы, то спросите во время обхода врачом. Можно облегчить симптомы. Не терпите боль и скажите точно. Именно где и как у вас болит. После осмотра врачом пациентам дают лекарства, включая обезболивающие. Больница предоставляет только одно одеяло или покрывало. Если вам нужны простыня и одежду, то попросите медсестру. Вы обязательно должны отдельно поставить грязную одежду и покрывало. И надо плотно закрыть крышку для предотвращения заражения. Применение насилия, оскорбления, сексуальные домогательства являются незаконными и за это могут привлечены к административной и уголовной ответственности. В соответствии с 12 статей закона, тех, кто применили насилие, могут быть наказаны. Нежелательно ссорить с другими пациентами. Нельзя доставлять неудобства другим пациентам и их опекунам. Говорите тише по телефону и воздерживайтесь от религии в палате. При госпитализации пациентам надо носить браслеты для идентификации пациентов. Для точной идентификации в ходе медосмотра инъекции препаратов, переливания крови и медицинской операции нужны такие браслеты. Поэтому нельзя без разрешения снять это. Напомню, мы часто проверяем регистрационный номер пациента или дату рождения. Это для обеспечения безопасности пациентов. Скажите, пожалуйста, если вы принимаете лекарства. Медработники решают продолжать вводить лекарства с учетом возможности совместного действия лекарств. Для предотвращения падения обязательно установить перелы для кровати. До и после использования инвалидной коляски надо закрепить ее колесо. При экстренной ситуации нажмите на кнопку вызова медсестры, которая устанавливается в палатах рядом с кроватью. И в туалете, и в душевых есть кнопка вызова. И храните деньги и драгоценности в палате. Мы не несем ответственность за кражи. Нельзя в стиральную машину забросить, вешать деньги и слуховой аппарат, которые лежат под подушкой или в кармане одежды. Нельзя менять кровати или переселяться в другую палату для обеспечения безопасности пациентов и профилактики инфекционных заболеваний. Нельзя оставить больного ребенка в палате. Если в больнице есть подозрительные люди, то сразу сообщите об этом медсестре. Запрещено использовать кухонную утварь и нагревательные электроприборы. В больнице курение категорически запрещено. При нарушении обложим вас штрафом. Необходимо заранее узнать способ эвакуации, который был написан в плане эвакуации при пожаре. В случае возникновения пожара и экстренной ситуации следуйте инструкциям медсестры или охранников. Для предотвращения заражения надо выдерживать расстояние между сторонами коек. Прошу вас всегда открывать шторы для обеспечения безопасности больных. Мойте руки до и после контакта с пациентами, после туалета и после чихания и кашля. Бросите хлопковые медицинские бенты или подгузники в ведро для медицинских отходов, которые стоят в палате и в коридоре. Время для посещения больных. В рабочие дни с 18 до 20 часов, в выходные дни с 10 до 12 часов и с 18 до 20 часов. В палату каждому больному допускается лишь один посетитель, имеющий пропуск. Свидания больных устраивают в комнате отдыха или специальной посетительной комнате. И вы должны оформить записи регистрационной карты для посещения пациентов. Важно прием и сдача дежурств медсестры для обеспечения безопасности пациентов и ухода за ними. Прием и сдача дежурств начинается в 7, 15, 20, 30 часов и требуется 30 минут. Надеюсь, что вы хорошо поняли о процессе приема и сдачи. В пищеблоке стоят фильтр воды и микроволновалка. Когда вы используете фильтр воды, будьте осторожнее с кипящей водой. Используйте микроволновалку только для подогрева пищи. В ванне будьте осторожнее с комбинацией мыла и воды, которые делают боль очень скользким. Надеюсь, данная общественная ванна была чистой. Напомню, пароль от Wi-Fi написан на доске объявления. В больнице есть банк, банковский автомат, столовая, прачечная, самообслуживание, магазин, факс и т.д. Потом скажу вам о затратах на парковку в больнице. Время бесплатной парковки составляет 30 минут в день госпитализации и выписки из больниц бесплатно на 8 часов в день родов и операции на 12 часов. Если вам надо парковаться на долгое время, то получите талон в центре управления парковками. Если у вас есть какие-то негативные отзывы или предложения, скажите, пожалуйста, об этом медсестрам. Или идите к офису на третьем этаже в первом здании или отправьте отзывы и предложения на почту через интернет. В больнице университета Вонганг будет учитывать ваши ценные предложения для улучшения качества обслуживания. Если вы хотите получить медицинские документы, запросите документы за день до выписки. Несовершеннолетние должны носить с собой сертификат о семейном положении. На первом этаже вы можете получить печать на документах. Чтобы успешно лечить пациентов и помогать им адаптироваться, у нас оснащены разные центры. Диагностический центр предоставляет медицинскую консультацию по переходному уходу после выпуска из больницы. Центр социального обслуживания пациентов предоставляет информацию о состоянии пациентов для успешного проведения медицинских осмотров. Центр отказа от курения оказывает помощь курящим в отказе от курения. В день выпуска из больницы медсестра будет помогать вам оплачивать прививание в больнице. Чтобы получить рецептурные лекарства, вы должны оплачивать в кабинете приема и выдавать рецепт медсестре. Вот это было руководство для стационарных пациентов. Для получения более подробной информации считайте памятку для пациентов при госпитализации. Выздоравливайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова